всем привет мои дорогие друзья с вами снова qs и в сегодняшнем видео я вам покажу как подключить ваш dualshock 4 к пк и это в принципе достаточно легко и начнем мы с подключения самого dualshock первый способ это подключение по bluetooth если же у вас компьютер или ноутбук оборудован bluetooth адаптером получается на компьютере мы переходим сам bluetooth добавить устройство bluetooth включается поиск на геймпаде мы зажимаем две кнопки playstation и ш держим 4 секунды где-то вот нас замигал вот нас является рс-контроллер подключаем для подключения как видите вот у нас теперь загорелась вот так вот лампочка и идет установка программного обеспечения то бишь драйверов и теперь следующий раз когда мы будем просто нажимать playstation у нас будет автоматически компьютер сам распознавать его и подключать уже геймпад автоматически теперь второй способ второй способ вообще до неприличия простой но он для тех кого нету bluetooth адаптера то есть если то есть обычный компьютер на котором нету bluetooth или вообще даже bluetooth адаптера нету тогда просто подключаем провод micro usb к своему dualshock как видите вот у него задней стороны есть внизу здесь порт micro usb этот провод вы можете найти в любом магазине потому что это стандарт у samsung и что у меня остался от старого samsung galaxy из то есть его просто подключаем ой как видим вот компьютер зазвенел загорелась у нас такая подсветочка оранжевая то есть означает что он подключен и установлен драйвера после того как мы подключили геймпад у нас появится вот такой вот значочек контроля но это не означает что все у нас те работает контроля можно играть в игры нет рано еще играть в игры еще нужно кое-что установить а а именно это иксбокс 360 драйвер то есть драйвера для иксбоксовского геймпада так как потому что официально это лошок 4 на компакт не поддерживается и поэтому мы как бы эмулируем иксбоксовский геймпад плейстейшеновский устанавливаем ее еще 100 лет не буду меня установлена потом заходим в ds4 tools это драйвера для дуал шока самого но это неофициальный конечно же заходим виртуал бас виртуал бас драйв заходим и сепи драйвер нажимаем install устанавливаем все установилась exit возвращаемся обратно заходим в сепи сервер то есть все у нас видите дуал шок включился и после этого если мы заходим в панель управления у нас появляется значок иксбоксовского геймпада что как будто он у нас подключен ну а в этой же программке у нас есть опции где мы можем настроить практически все на самом деле с последней версии даже стал работать этот гироскоп что у меня удивило единственное я как знаю пока еще нет игр в которых уже можно опробовать гироскоп не за может быть есть здесь же можно настроить вибрацию часть тяжелая у нас волны и высокие также можно тачпад включить что меня вообще дико порадовало потому что я думал он все таки не будет работать на компьютерах но он работает он работает как на ноутбуке тачпад то есть особенно в гонках удобно когда ты играешь на джойстике вот на кеймпаде и тебе вдруг нужно что-то куда-то мышкой тыкнуть ты на самом джойстике провел повел включил что-то не надо играешь дальше то есть это очень удобно у меня прям порадовало также может даже тачпад настроиться чтобы он был насколько так скажем чтобы насколько быстро он работал ну и также может сделать чтобы у нас наш индикатор этот подсветочка наша показывала что заряд батареей и еще куча чего тут можно делать нажимаем сейф вот наш джойстик что-то джойстик новый геймпад покатился куда-то то есть у нас проверилось это как с вибрацией старт все у нас теперь заработал тачпад вот как видите можно вот так вот им водить то есть все работает если нажать можно отключить ой я выключил этот драйвер нечаянно но так мы вообще включаем просто его сворачиваем и у нас работает вот здесь у нас панельки остается как бы ничем не мешает память он не жрет и как бы с ним очень удобно но теперь осталось только проверить на игре я думал о чем проверять и решил проверить на игре бим энджи драйв то есть педаль газ зажимаем работает газ здесь у нас курок левый тормоз видно же вот хренов конечно и но вот нас зажимается тормоз потихоньку но руль крутится ясно понятно плавно достаточно то есть удобно также обзор очень прикольно сделан так можно по чуть-чуть двигать очень прикольно получается на самом деле по большей части рекомендую подсоединять тем кто собирается в гонке играть потому что я не понимаю кто играет шутеры на геймпаде тоже неудобно вот в гонке и вообще любые игры связанные с машинами очень удобно играть даже в гта удобно играть то есть как видим все работает все кнопочки такой то есть все отлично работает с этой программой причем это бим энджи драйв это причем игра такого достаточно второго сорта уже то есть не очень качественно ну так скажем инди игра то есть а игра такие как там грид не форс спидши там вообще идеально просто поддерживается то есть там настолько все отточено что играть одно удовольствие но на этом в принципе все если же вам помогло то ставьте лайк подписывайтесь на канал ну а сам был квест я прощаюсь с вами а